Доброе время суток, друзья! Мои самые лучшие на свете зрители. Мы находимся с вами на заводе «Кристалл» на блошином рынке «Ретро». И перед вами мои покупки. Покупок, как вы видите, очень много. Сейчас я постараюсь рассказать о них. Но боюсь, что в одном видео не получится. И придется делать вторую серию. Два года тому назад на заводе я купила вот такой кжелевский замечательный чайник. Посмотрите, он такой франк, такой франк. Замечательный, красивый чайник. Но на ретро рынке очень мало вообще чайных пар и чашек. И вот, смотрите, я к нему смогла купить. У меня была только вот такая чашечка с блюдцем. И вот это уже получше, видите. Вот такая чайная пара. Но, посмотрите, все равно, ну, это не совсем то, что хотелось бы, да, что хотелось бы иметь. Но на Новый год мне подарили еще вот такую чайную пару. Пару – настоящее чудо. Кажется, чашечку поставили на крошечную белую салфеточку с синими кружевами по краю. А какая у нее красивая ручка. Вот эта замечательная чашечка, которую мне подарили, она очень из тонкого фарфора. Легкая-легкая. И, конечно, видите, у нее здесь роза и вот такие вот красивые волнистые края. И, конечно, она уже больше подходит моему фронтоватому чайнику, да. Но вот на этом блошином рынке я купила еще одну чайную пару. Помимо тех, которые будут участвовать в конкурсе, я купила для этого чайника, для себя, еще одну чайную пару. Вот, посмотрите, какая красота. Тоже у нее необычный какой-то четырехугольный. Видите, верх сделан. Очень интересный. Ручка. Тоже с такой розой красавицей. И на ножки. Кстати, предыдущая пара тоже, которую мне подарили, была на ножки. И вот это вот на ножки. Но, правда, здесь уже ножка повыше. Ну, посмотрите, ну, просто какая-то царская пара. И как она мне идет к моему чайнику. Вот. Вообще это удивительно. Да, причем еще хочу сказать, что блюдечко было отдельное. Мне его, кстати, нашла галочка. Огромное ей спасибо за блюдечки. Ну, а вот чашечку нашла там я. И получилась такая изумительная чайная пара. Мне кажется, все очень подходит друг к другу. Ну, какая шикарная. Какая прелесть. И как она идет к моему такому чайничку. К сожалению, таких пар, таких чашек и блюдец, кстати, как и тарелок, на ретро-рынке бывает очень редко. А вот Галя приехала чуть раньше меня и сказала, что были, были, представляете, были даже тарелочки. Но их купили уже в 10 часов 5 минут. Их уже купили. Поэтому, конечно, вот видите сравнение, да? Вот. Этой чайной пары и чайника. И вот этой чайной пары и чайника. Ну, вот подходят же друг к другу. Великолепно. Да, поэтому не так легко найти. Поэтому я еще раз говорю. Тот блаженный рынок, ну, просто был феноменальным. Феноменальным. Если бы я так не растерялась от обилия всего, я бы, конечно, купила и много больше. Ну, понимаете, покупать их в магазине можно. Ну, во-первых, это очень дорого. Очень дорого. А в этот день были скидки на ретро-рынки. Ну, а потом, помимо того, что очень дорого, вы можете не подобрать то, что вам вот подходит к чайнику. Вот, например, купить какие-то чашки в этом стиле, да? Или, например, чашки, которые я купила и посылаю на одинки-магазин. Ну, вот такая чайная пара, да? Очень красивая, но ведь к моему чайнику-то не очень подходит. Потому что в гжеле еще есть много разных стилей. Много разных стилей. И много разных стилей, рисунков. Все подобрать очень сложно. Но как интересно! Как интересно! И какие приятные вот бывают встречи и находки на блошином рынке. Ну, вот я не знаю. Мне кажется, что коллекционер в этом и заключается. Но прийти в магазин и что-то купить... Ну, скучно это, девушки мои. Ну, согласитесь, мои дорогие. Ну, ведь скучно. А вот вам и немецкий кольвец. Тоже, конечно, чашечка на ножке. И здесь золотом тоже расписано. Но внутри это, конечно, не ручная роспись. Ну, и разве можно сравнить вот с этой какой-то царской-царской парой? Где все ручная роспись. И, кстати, этот кольвец стоил очень дорого. Намного дороже, чем вот эта красота наша, которую мы не ценим почему-то. Ручная роспись. Ручная роспись. Разве можно сравнить? Вот ради такого дня, чтобы поехать на рынок и купить такую красоту. Да, ну вот в этом мы и суть коллекционера. Боже мой! И какая это радость, когда ты покупаешь такую чайную пару. Кстати, 200 рублей чашка и 200 рублей блюдца. Всего 400 рублей за такую красоту. А вот еще одна моя покупка. Это нежная чайная пара. И, как и вы видите, здесь уже совсем другой декор. И эта чайная пара с чайничком сейчас уже в дороге в Украину в качестве приза. Кстати, чтобы вам понять, ну, вообще, меру моего счастья, я вот вам хочу показать эту чашечку-бокальчик, которую до этого вот были, продавались на этом блошином рынке, и я ничего лучше даже не видела и хотела даже послать конкурсанта. Но, к счастью, да, наступил тот день, когда можно было покупать красивые вещи. Красивые вещи. Вы представляете? Вот и вот. А я продолжаю вам рассказывать о своих покупках. И вот еще я купила вот такую вот прелесть. Ну, если посмотреть на рисунок, то это, конечно, уже не розы. Это хмель. Вообще, конечно, необычный рисунок. Так, я первый раз встретила на кжеле его, посмотрите, и шишечка хмели сверху, да. Очень красивая вещь. Ну, я думаю, что это для какого-то горячего, я не знаю, может быть, для жаркого, а может быть, и для пельменей, пельменницы такая. Не знаю. Ну, в общем, такая вещь, конечно, необычная. Ну, раз уж я открыла, сейчас я вам покажу. Здесь целых два и автор работы. И исполнители работы. В общем, две подписи. И видите, по всей видимости, ее делали на... Она продавалась на то, чтобы она уехала за границу. Ее продавали, по всей видимости, в Березке. И вот, посмотрите, какие у нее такие же необычные ручки, очень красивые. Ну, вот, очень красивые. И вот, такая вот красота. Мне кажется, она послужит для украшения стола любого. Ну, вот я не удержалась и купила эту вещь. Хотя, сомнений было много. Она очень тяжелая. Понимаете, что стоила она всего 400 рублей. Да, вот такая большая тяжелая вещь. Крупная, красивая. И всего 400 рублей. Ну, вот, а стоимость этой прелестной вазы с розочками всего 100 рублей. Да, да, вы не ослышались. И это потому, что здесь, ну, вот, если присмотреться, есть небольшой скольчик. Но он, во-первых, не заметен. А во-вторых, я думаю, цветам это не помешает никак. Но у меня есть еще одна вазочка. Маленькая, пузатенькая вазочка. И здесь уже, видите, золото есть. Есть, ну, может быть, было, потому что осталось очень мало. Она старая. Видно, ей совсем часто пользовались. Посмотрите, какие цветы. Золото на листочке еще чуть-чуть сохранилось. Им на цветочках в середине. Но это старая-старая кжель. И этим она очень цена. И я даже помню, как у моей бабушки была такая вазочка. Только, мне кажется, чуть-чуть побольше. И эта вазочка тоже стоила 100 рублей. Вот скажите, вам встречалась такая прелесть? Вы видели ее? Вот я видела первый раз. Первый раз. Ну, а купила я там вот такую вот замечательную вещь с петушком наверху и с такими же розами, как и на моем чайничке. Ну, почти с такими. И это я купила для Пасхи. Очень жалею. Всегда думала, что кулич я положу. У меня есть такая тарелка для кулича. Ну, а вот эту из творога Пасху положу сюда. Вот так вот. Но, к сожалению, к большому сожалению, там была еще подставка специально под кулич. Очень старая, совершенно необыкновенная. Я ее взяла, долго думала, решала, отказалась и очень потом жалела. А вот галочка, которая была со мной, она купила очень много в тот раз, но она не поленилась, съездила на следующий день и купила все, что там, я не знаю, осталось, не осталось. Она сказала, что даже что-то новое появилось. Ну, в общем, она не остановилась. А я... Сейчас я вам покажу эту подставку под кулич, о которой я безумно жалею. Ну, просто безумно жалею. Сколько? Я поставила, но еще не знаю, что возьму из этого. Про эту подставку, которую сейчас вы видите сзади корзиночки, я и говорю. У нее очень такой массивный низ, очень хороший. И наверху это идеально под кулич. И видите, там не просто рисунок, а там и листики, и, по-моему, даже ягодки, желуди, как будто бы вылеплены из теста. Но они имеют такой объем 3D. Вот. И смотрится, конечно, это все, ну, просто великолепно. Но такой красоты из кжели я не видела. Очень пожалела. Да, она была тяжелая, и все равно очень пожалела. Смотрите, какую я солонку купила симпатичную в виде рыбки. Посмотрите, какая прелесть. Она не занимает много места, потому что у меня уже стол-то будет совсем заставлен к желью. Но это будет, мне кажется, слишком много. Но она такая маленькая. я там купила блюдечко Дулёва. Правда? Всего одно. Но вы помните, вы помните, что у меня Дулёва есть вот такая чашечка, шиповник. Ну, вот к нему точно такое же ребристое блюдечко с золотой окоемочкой. Да, но я отвлеклась, продолжаю дальше. Эту очаровательную подставку под яйца мне нашла галочка. Одну она купила сама, а вторую поделилась со мной. Посмотрите, ещё в ночном колпаке, в ночной рубашке, но спешит уже к завтраку джентльмен. Бедняжка еле несёт её. Видите, поддерживает даже одной ногой. Одна нога в тапочке. Вот. Видите, чем нравится эта вазочка? Тем, что она тяжёлая такая и видите, сколько покупаем. И во-первых, сюда можно пойти, тяжело переворачиваться не будет. Там на любые цветы. Ну, это да. Но длинные всё равно вы не поставите сюда цветы. Ну, а длинные зачем? Да, на тарелку тоже не буду брать. басочки за 200. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА